Это итоговый выпуск нашей программы в студии Анастасия Дороган. Здравствуйте! В ближайшие полчаса расскажем, чем нам запомнилась эта неделя. На этой неделе для части населения Алтайского края ввели обязательную вакцинацию. В течение месяца первую дозу препарата должно поставить большинство представителей сферы здравоохранения, образования, общественного транспорта, туризма, спорта, ЖКХ, госслужбы и других. Укол должны поставить примерно 174 тысячи человек, чтобы до 19 сентября пройти полный цикл вакцинации. Для такого наплыва даже открыли комплексный центр в торговом центре Геомаркет, где будет не одна, а несколько чередей за прививкой. Вакцинация и в целом тема коронавируса стала одной из главных во время пресс-конференции главы региона. Анара Шагирова продолжит. Надо ускоряться, так сказал глава региона о вакцинации населения. Почти полмиллиона жителей края уже поставили прививку от коронавируса. Предстоит привить еще целый миллион для выработки коллективного иммунитета. Количество вакцинируемых в сутки, в день примерно выросло в два раза, в три почти раза от первоначальных наших значений. Но тем не менее, я думаю, что нам надо выходить на цифру более 10 тысяч человек в день. Надо выходить, пока мы на эти цифры не выходим. На фоне эпидроста появился другой страх, что как в Москве для посещения общепита ведут QR-коды. Но когда заведения стали терять доходы, от идеи отказались. Очень странно, когда ресторанная отрасль является именно таким местом, где испытывают какие-то новые технологии и так далее. Как показывает опыт Москвы, достаточно привить около 60% всех сотрудников, и потребность в QR-кодах сама собой отпадает. Там масочный режим, там особый режим, так сказать, естественно, входного контроля, какие-то антисептики, проветривания и так далее. Но пока что не более того. Поэтому мы такую ситуацию не рассматриваем. Губернатор подтвердил уход с постами НОБРа Максима Костенко уже 2 августа. СМИ выразили обеспокоенность кадровыми потерями родного правительства. Руководство уже лишились природоохранное ведомство, Минтранс. Есть мнение и об уходе осенью министра спорта. Как заверил губернатор, работа над решением кадровых проблем ведется активно и беспокоиться не за что. Я своим коллегам всегда говорю, бояться – это моя работа. Я буду сидеть бояться – вы идите, работайте. Ситуация, которая сложилась в правительстве, она, конечно, еще раз обхожила недостаток действительно профессиональных кадров и тех, кто бы хотел идти. Ведь еще проблема не в том, что людей нет, а в том, что многие не хотят на такие должности. Док-менеджмент предпочитает либо госкорпорации, федеральные инструкции, либо бизнес. Много вопросов прозвучало и от районных СМИ. Общей темой стала газификация населения, в частности, компенсации. Напомним, отдельным категориям граждан уже возвращается 20 тысяч рублей. Большую же часть они выплачивают пока самостоятельно. У нас было подготовлено решение эту цифру с 1 января увеличивать в бюджете следующего года до 50. Но вот здесь, посовещавшись с Андреем Анатольевичем Турчаком, мною уже упомянутым, мы еще раз вернемся к инициативам партии «Единая Россия» и посмотрим, может быть, для каких-то категорий вообще нужно или 75% всех расходов компенсировать, а может где-то и вообще бесплатно организовать подключение газа, проведение газа уже прямо в дом. А вот четырехдневная рабочая неделя для алтайских жителей пока что мечта. Губернатор подчеркнул, что вопрос носит сугубо теоретический характер и как его применять на практике – большой вопрос. Анна Рашагирова, Александр Андропов, День с толком. Кстати, большинство жителей края, судя по опросам, не готовы переходить на 4 рабочих дня. А вот что они думают об обязательной вакцинации. Это действительно оправдано, поскольку большая проходимость населения в тех заведениях, учреждениях, как общепит, общественные места, я считаю, что необходимость есть в вакцинации. Я считаю, что нет. Должен каждый сам для себя решить, нужно это ему или нет. А наседать, заставлять, ну это в принципе уже преступление, когда на человека давят. Ну вообще какие последствия могут быть после вакцины? Ну то есть не сейчас, так через год, допустим. Это вот еще нету и таких исследований. Поэтому вот такие вопросы остаются. Это надо, не для тебя, не для себя лично, а для других. Сейчас я вот не понимаю, молодежь, потому что, да, вот он может быть не заболеет сам, не хочет маску носить, но он же может быть носителем и заразить других, понимаете. Нас учили жить не только для себя, но и для других. Здоровые, крепкие, физические мужики и знакомые переболели. Я говорю, так это полная ерунда на самом деле. Он говорит, какая это ерунда, если более трех недель, вот я буквально общался три дня назад, человек из больницы вышел. Он говорит, я почти практически месяц провел в больнице искусственной вентиляцией легких. Это не просто так на самом деле. Когда температура за 40. А тем временем почти 11 тысяч доз новой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в край накануне. Известно, что этот препарат однокомпонентный и сейчас его распределяют между медорганизациями. Вакцина будет использоваться для ранее привитых граждан. Однако у тех возникли и другие вопросы. Например, что делать, если заболел ковидом в период между первой и второй прививкой. Ответ на этот и другие вопросы дал главный инфекционист Алтайского края. Чем прививка «Спутник Лайт» отличается от обычной вакцины от COVID-19? «Спутник Лайт» это еще одна из зарегистрированных на территории Российской Федерации вакцины против новой коронавирусной инфекции. Ее отличие от «Спутника ВИ» в том, что по своему содержанию она практически идентична первому компоненту «Спутника ВИ». В практике, безусловно, этот вариант вакцины нам пригодится. Возможно, как приоритетный для повторной вакцинации уже ранее привитых людей, либо для вакцинации переболевших. Вообще, ей можно прививать против новой коронавирусной инфекции всех, кто не имеет противопоказаний. Здесь есть аналогия с лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Но как приоритетные группы можно выбрать сейчас на начальном этапе это те, кто прививается повторно, либо те, кто прививается после болезни, которая состоялась полгода назад. Я заболела, например, грубо говоря, да, COVID после первой вакцины. Что делать? Выздоравливать и спустя 6 месяцев пройти полный курс вакцинации. Потому что, ну, состоялся факт болезни, да. На сегодняшний день, согласно рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, лица, переболевшие по времени в прошлом полгода назад, сейчас, возможно, рассматриваться как приоритетная группа для вакцинации. То есть, вот в каких обстоятельствах состоялась эта болезнь, уже не важно. Была первая прививка, не было ее. Факт болезни имеет значение. И спустя 6 месяцев человек должен быть привит. Так будет безопаснее для его будущего. Если так случилось, болезнь состоялась после первой вакцины, допустим, человек был в инкубационном периоде, это не повлияет на тяжесть течения болезни. И в любом случае, врач будет определять набор препаратов в соответствии с клиническими рекомендациями, исходя из статуса больного. Задача вакцины – стимулировать иммунный ответ, специфический иммунный ответ. Но далеко же не у всех возникает слабость, разбитость и плохое самочувствие в течение пусть там 3-6-12 часов. Нет, здесь индивидуальная реакция, возможно, и на компоненты вакцины. Ну, возможно, и вот на ту реакцию иммунной системы. Но это не гарантированно, и это, надо четко понимать, это не негативный компонент всего этого процесса. Он ожидаемый, даже более того, мы можем говорить, что отчасти это физиологический ответ на внедрение чужеродного агента. То есть так реагирует иммунная система, так организм защищается от всего того, что перспективно может повредить его статус и здоровье. Ну и в целом, стали ли люди болеть легче после всего курса вакцинации? Ну, во-первых, мы должны говорить о том, что прививка, безусловно, уменьшает риск заболеть. А если все-таки происходит так, что человек болеет, по нашим наблюдениям, форма болезни протекает в легкой и средне-тяжелой форме. Если человек привит полностью. Конечно, вариант, если болезнь возникает после вакцинации первым компонентом, и, допустим, это случается после двух-трех дней, то есть совсем короткий промежуток после первой вакцинации, конечно, мы должны понимать, что вот в данном случае сам факт, состоявшийся вакцинации первым компонентом, он никак не повлияет на течение болезни, он не уменьшит, не ослабит ее, потому что организм еще не сформировал защищенность со стороны иммунной системы. А если человек получил полный комплекс вакцин в рамках иммунизации против новой коронавирусной инфекции, и встреча с инфекционным агентом произошла спустя 2-3-4 недели после законченного курса вакцинации, то в данном случае заболевание, по нашим наблюдениям, в подавляющем большинстве случаев течет в легкой и средне-тяжелой форме. То есть так говорить, что среди привитых большинство в тяжелой форме не попадает на кислородную зависимость временную, или тем более на ИВЛ, нет, этого не происходит, но в принципе так и предполагалось. Это и на сегодняшний день лежит в основе того, что мы называем необходимостью иммунизации в этот непростой период. А между тем, ковидные госпитали края почти заполнены. Медики отмечают, что регион выходит на плата. Однако сколько мы продержимся на опеке, предсказать невозможно. На этой неделе остров стал вопрос реанимационных мест в красных зонах, их не хватает. Слово Нарис Шагировой. Сейчас в реанимационных отделениях очень много молодых людей в возрасте от 30 до 49 лет, которые не обращались в медицинские организации, занимались самолечением. По словам врачей, ковид-19 все еще бьет по молодым и детям. А мест в реанимациях тем временем на весь регион осталось немногим больше десятка. Медики просят при первых симптомах ОРВИ не приходить в больницу, вызывать врача или скорую помощь. Хоть и сделать это сейчас непросто. Сегодня у нас время доезда по скорой медицинской помощи в среднем по городу Барнаула составляет порядка 45 минут. По краю чуть меньше. Это тоже подтверждает, что нагрузка на службу скорой медицинской помощи тоже очень высокая. Вчерашний день, например, было принято чуть более 3000 вызов скорой медицинской помощи. Мы пока не идем на снижение, пока мы находимся в фазе плата. На этом фоне врачи собираются расширять реанимационный коечный фонд. В красной зоне 12-й горбольницы Барнаула количество мест увеличит с 6 до 18, в крайнем случае и до 24 мест. Через две недели здесь завершится капитальный ремонт. Но проблема даже не в этом. В отделении не хватает 14 анестезиологов-реаниматологов. Я понимаю, что сейчас анестезиологи-реаниматологи одни из самых востребованных профессий. В этом году уже приходят 4 анестезиологов-реаниматологов в 11-ю городскую больницу. В следующем году приходят 2 анестезиолога-реаниматологов к нам, ординаторы уже готовы будут. И один в 11-ю городскую больницу. И в этом году заключается уже на 11 ординаторов. 2 года будут нам готовить АГМу их. То есть в принципе кадровый вопрос уже по анестезиологам отеля будет решен в ближайший год. год. Кстати, уже через 2-3 года количество реанимационных коек здесь увеличится до 30. И в мирное время отделение будет принимать не только тяжелых ковид-пациентов. Анна Рашагирова, Ирина Корчагина, Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. То, что вирус все чаще берется за детей, подтверждают врачи со всей страны. В период третьей волны коронавируса детский ковид стал агрессивнее. Тошнота, диарея, высокая температура – такие наблюдения сделали барнаульские врачи. Если в прошлом году свыше 50% малышей и подростков болели бессимптомно, сейчас все с точностью да наоборот. В настоящее время у 60% заболевших яркая клиническая картина. Подробнее о детском ковиде, о его новых симптомах, а также о том, когда нужно настаивать на рентгене легких своему ребенку, рассказала главный врач третьей детской поликлиники Барнаула Раиса Лер. «Сейчас мы переживаем третью волну новой коронавирусной инфекции. И что характерно, что мы заметили, что в период третьей волны коронавирусная инфекция у детей протекает отличительно от первой волны и второй волны. В первую волну и во вторую волну мы имели более 50% детей бессимптомных, так называемое здоровое носительство. То есть, да, дети выделяли вирус, коронавирус, но клинической картины не было вообще. В настоящее время увеличилось количество детей, процент детей, которые имеют клиническую картину, увеличился процент детей, которые имеют ближе к средне-тяжелой степени тяжести течения заболевания. То есть, температура более длительно держится на высоких цифрах. Если ранее была она просто субфибрильна при проявлении клиники, то в настоящее время температура может держаться до 38, до 39 и более трех дней. Процент детей с клиническими проявлениями тоже стал более высокий. То есть, из всех детей, которые выделяют вирус в настоящее время, где-то уже теперь процентов 60, может быть, даже к 70, может, по разным данным, все-таки имеются клинические проявления у детей. Плюс сократился инкубационный период. То есть, стали выдавать клинику и появляться жалобы после контакта, если контакт установлен в более короткое время. Ну и, естественно, в настоящее время мы стали отмечать у детей, вот раньше как-то даже разговора не было среди наших специалистов, про то, что новая коронавирусная инфекция у детей может начинаться с кишечных проявлений. То есть, вначале кишечные проявления, температурная реакция, потом подсоединяются уже респираторные проявления. Еще одной особенностью является то, что у нас стали болеть чаще дети первого года жизни. Новорожденных очень, так скажем, увеличилось количество дети первого года жизни. У нас в этом году больше заболеваемость, больше встречается инфекция мочевыводящих систем. Связано ли это с ковидом, не связано ли это с ковидом, но в любом случае, вот, стали отмечать, что дети первого года жизни не было такого никогда. Инфекция мочевыводящих путей встречается очень часто. Тоже вызывает беспокойство. Рентген в любом случае показан только в тех случаях, когда врач видит какие-то респираторные проявления. То есть, если диарея не сопровождается респираторными проявлениями, если диарея не сопровождается какими-то жалобами со стороны респираторного тракта, то врач, думаю, что не назначит рентген. Подростки уже приближены к взрослым. И, ну вот, наверное, среди подростков чаще всего и встречаются проявления в виде пневмонии у них чаще всего. То есть, ребенок до года, ну, практически не даст внимания. А у подростков встречаются, и, естественно, вот, им чаще всего мы и делаем рентгенографию и лечим уже антибиотиками. У нас за третью волну, в принципе, госпитализировано детей было около пяти из всех. То есть, ну, все равно госпитализируем не в реанимацию, просто в отделение, а остальных все равно лечим амбулаторами. В настоящее время у нас под наблюдением с положительными анализами порядка 30 человек. В самый пик у нас было до 50. Если сравнивать с прошлым годом, то это в два раза больше, даже больше, да? Нет, не в два раза, я не скажу, что в два раза среди детей нет такой цифры. Я думаю, что, ну, раза в полтора было больше, вот, на самом пике. Про вакцинацию детского населения. К сентября месяца мы ждем вакцину для подросткового нашего, подросткового контингента. Думаю, что, возможно, начнем при начале учебного года уже вакцинировать детей. И мы, в принципе, возлагаем надежды на вакцинацию. Учитывая, что детское население составляет очень большой пласт населения, думаю, что если мы хотя бы подростковый возраст привьем, то это уже создаст какую-то хорошую иммунную прослойку, которая даст возможность остановить распространение инфекции. К другим темам. Тысячи россиян, среди них есть и жители нашего края, пострадали от краха финансовой пирамиды и финика. Люди вложили миллионы в схему казанского предпринимателя, но в итоге остались без выплат. А схема была заманчива. В компании предлагали получать до 35% от вложенной суммы. Сейчас директор этой компании находится за пределами России, в Турции. Можно сказать, не прячется. Активно ведет Инстаграм и говорит, что пытается вернуть деньги своих участников. Но можно ли ему верить и как можно было распознать подвох еще в самом начале? Разбирался Дмитрий Дроздов. Это реально! Финика работает! Кирилл супер! Совсем недавно Кирилл Дарвунин был для многих спасителем. Именно он основал финика в 2019 году. С ее помощью можно было получить легкие деньги. От друга узнал. Он в ней участвовал, то есть тоже сказал другой друг. Ну и вот так вот. То есть Сарафан и Айрадзо. Работала организация так. Например, вложив в компанию 100 тысяч рублей, на выходе можно получить в 3-4 раза больше. В основном вклады направлялись в покупку автомобиля, квартиры или пассивный доход. По доступной информации, за три года в компанию вложили более 7 миллиардов рублей. С основателем компании нам связаться не удалось, но вот что он рассказывал ранее. Я, допустим, вступил в вашу компанию, и мне нравится работать с вами и в денежном плане, и во всем остальном. И? Если я привлекаю народ, я же с этого имею процент, правильно? Вот такусенький. И то вы его не сразу получите. Получается, обычная технология «Приведи друга». Пирамида растет за счет новых участников. Это объясняет нам и в банке простой признак неладного. Еще один – гарантия высокого дохода. Здесь предлагали чуть ли не 35%. Реальной деятельности организация не занимается. В реестрах Банка России финансовых организаций она не находится. И, соответственно, ведет активную рекламную кампанию по привлечению новых и новых вкладчиков. Сайт Банка России, кстати, регулярно размещает информацию о недобросовестных компаниях. И Финника там давно, что, впрочем, не мешало людям попадать в финансовую ловушку. Николай потерял больше 300 тысяч рублей. Габарит, вначале были даже и выплаты. Начало приходить не в биткоинах, как это было раньше, а в монете ФНК, которая очень быстро обесценивалась. Они хотели легализовать свою кампанию. В итоге кампания спалась. Лидеры, которые были, занимались ею, то есть поссорились. И монета упала до 50 центов. Вроде сейчас 50 центов стоит. И выводы приостановились. Именно так Николай объясняет, почему все закончилось, а он потерял деньги. И не только он. Еще одна наша участница сказала, что посоветуется с наставниками, но на связь так и не вышло. Прячутся и пострадавшие. Юрист говорит, что вернуть деньги практически невозможно. О Финнике она наслышана. На самом деле, это какой-то ИПшник. ИПшник этот торгует компьютерами, периферийными устройствами, как сейчас помню, что-то такое. Самого юридического лица такого в России не существует. И это тоже должно было насторожить будущих клиентов. Сколько в Алтайском крае потеряли деньги, неизвестно. Но даже среди наших знакомых есть пострадавшие. Будьте внимательны с деньгами. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Представьте, что вы живете на базаре. У жильцов дома около рынка Докучаева в летний период именно такое ощущение. Шум, вонь, брань. Правда, связано все это не с Докучаевской точкой торговли, а с стихийным рынком прямо под окнами их многоэтажки. Люди несколько лет жалуются на этот торговый ряд. Он один, но метров 300 в длину прямо вдоль тротуара. Со своими обращениями жильцы дошли уже до президента. Однако ситуацию это не меняет. Почему торговцы-садоводы так упорно не хотят съезжать и что с ними делать, расскажет Маргарита Гартунг. Торговый ряд прямо под окнами. Суета, переговоры, брань и вонь. Даже находясь в своих квартирах, жильцы дома по улице Попова 64 будто на базаре. Пенсионерка Зоя Захарова говорит, что из-за уличных торговцев уже даже не смотрит в окно. Четыре года мы уже бьёмся. Больше даже, больше мешают. Они приезжают в четыре часа, занимают место, дерутся между собой матами. Окна открыть вообще нельзя. Вообще нельзя. Теперь приезжают на машинах. Машины ставят под окнами. Уже четыре года жильцы этого дома жалуются на стихийную торговую точку. Она буквально через дорогу от рынка до Кущаева. Но жизнь кипит на нелегальной зоне. Дачники буквально атакуют придомовую территорию и незаконно продают дары земли. И если бы только продавали, люди жалуются, что с приходом торговцев улица стала похожа на свалку. От газона ничего не осталось. Недавно возле дома даже завелись крысы. На жалея вот так вот везде рыба стоит. Из холодильника, что? Грузунам есть чем поживиться. Кроме ягод и трав, на рынке продают рыбу, мясо и молочные продукты. Причем продавцы не несут ответственность за товар и не предоставляют документы. Может, расскажете нам, что продаете? Нет, нет, нет. Ну вы же с этого. Завтра наша будет ликвидация, да, я так поняла? Но ликвидации не будет. Годы ожесточенной борьбы жителей дома. Но никаких результатов. Торговцы не собираются покидать рынок. В администрации Ленинского района тоже разводят руками. Они предлагали дачникам альтернативу – легальный рынок Докучаева. Там даже выделили специальные бесплатные места для пенсионеров. Но в ответ услышали отказ. Штрафовать торговцев, прокомментировали нам власти, бесполезно. Чтобы завести административное дело, нужно очень много времени. А наказать всех точно не получится. Мы еженедельно выходим с рейдовыми мероприятиями, с отделом полиции, туда составляем протоколы. Но силового, либо какого-то иного метода воздействия на данных граждан, то есть мы составили протокол и ушли. По-другому мы действовать не можем. То есть мы сила, либо как-то там заставить жителей оттуда уйти, не торговать, у нас такого нет. Однако сами продавцы признаются, что если бы им выделили нормальную территорию для торговли, то они с удовольствием бы переехали. Но сейчас с них потребуют недешевую аренду за место. Плюс, говорят продавцы, рынок Докучаева стоит обособленно. Не на пешеходной зоне. А значит, потенциальных покупателей в разы меньше. Да и работать там неудобно. А там ничего не оборудовано. Никаких ни прилавков, ни палатков. Асфальт голый. И солнце пек. И как людям там торговать? Там же летом жарище страшное. Поэтому создайте условия людям. И люди пойдут туда торговать. Здесь тротуар, а если просто проходит по газону. Ну и здесь примерно то же самое, что людям удобно здесь. Не надо никуда заходить. Человек специально, чтобы идти, не хочет. А тут шел, и увидал, и купил. В администрации нам сказали, что будут и дальше бороться с незаконным рынком. Усилят рейды, запустят новые проверки. Не исключают и то, что придется сделать территорию непригодной для уличной торговли. Например, поставить лавочки по бокам тротуара. Ну а пока рынок живет. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, День с толком. В мэрии озвучили, когда в Барнауле пройдет День города. Дата назначена – это 11 сентября. Сейчас проводят конкурс, чтобы определить подрядчика на проведение мероприятий. Администрация не исключает, что в любой момент эпид-ситуация может измениться. Поэтому заранее прорабатывают и альтернативные варианты проведения праздника с учетом всех ограничений. Пока же основные мероприятия запланированы на площади Совета в Сахарова, проспекте Социалистическом и улице Малотобольской. Планируется, что в этот день организуют выставку «Город мастеров» и «Барнаул туристический». Пройдут концерты, фестиваль национальных культур, турнир по боксу. Открытие доски почета, слава и гордость Барнаула тоже состоится в этот день. Напомним, в прошлом году власти не стали приглашать известных артистов и отменили праздничный фейерверк. В этом же году барнаульцев не должны оставить без салюта. Отметим, что по совпадению в прошлом году вторая волна коронавируса началась сразу после Дня города. К слову, Барнаулу исполнится 291 год. И ближайший красивый юбилей – 300-летие – наша краевая столица должна встретить особенно с новым гербом. Тот, который у нас есть, не пропустила Геральдическая комиссия. Все из-за коня. Он – символ Томской губернии, в которую когда-то входил Алтайский край. Власти уже начали разрабатывать новый государственный символ города. Возможно, даже проведут опрос среди жителей за окончательный вариант. Но уже сейчас некоторые эксперты и барнаульцы высказываются против изменений герба. Самое страшное не то, что коня там уберут, а страшное, если вместо него там что-нибудь непонятное прилепят. Что будет на новом гербе Барнаула, экскурсоводу и блогеру Антону Кокорину представлять не хочется. Еще в 2019 году регионам поручились завершить регистрацию официальных символов города в Геральдическом реестре с учетом актуальных замечаний и требований. Барнаульский герб, как оказалось, не проходит по всем канонам. Например, Геральдический совет рекомендовал исключить коня. И все-таки как символ Барнаула главнее печь. А сейчас по композиции кони печь равноценны и визуально спорят. Поэтому считаю, что чисто визуально без коня будет лучше. Историю нельзя менять. Оставьте в покое гербы коня. Других проблем нет. Неправильно убирать оттуда коня, потому что, ну да, мы действительно не являемся частью Томской губернии. По факту, если мы это уберем, фактически мы сотрем очень большой кусок истории. И самое, что смешное, что никому практически 300 лет этот конь не мешал. Ну тут, видите, нужно изменить, я не понимаю вообще зачем. Документ подтвержден, подписан, собственно, его императорским величеством. В архиве нам пояснили, герб Барнаула был утвержден императором Николаем Первым 8 мая 1846 года. Почти за 200-летнюю историю он претерпел некоторые изменения, но несущественные. Сегодня герб – это французский щит, разделенный на две части. В первый – серебряный конь, символ подчинения Барнаула Томской губернии. Внизу – доменная печь, которая олицетворяет Барнаул как горнозаводской центр. Геральдическая комиссия России не приняла наш герб еще и в 90-е годы. И еще в 1996 году вставал вопрос о том, чтобы принять соответствующий нужным канонам геральдическим правильный, скажем так, герб. Но это не было проведено в жизни, и сегодня снова встал этот вопрос. По мнению историка Данила Дегтярева, гербы историчны. Нет ничего плохого в том, чтобы подчеркнуть. Барнаул – это часть Сибири. Когда-то он входил в одну из крупнейших сибирских губерний. Что такое герб? В средние века, когда не было вот таких, скажем, развитых средств коммуникации, герб – это был символ, который обозначал человека, город, вот какую-то общность. И по нему сразу было понятно, кто ты такой. Сейчас это не нужно. Сейчас герб – это просто красивый знак. Все, никакой практической значимости у герба нет. Да, возможно, какие-то там есть строгие правила геральдики, но зачем сейчас их применять? Зачем? Зачем тратить деньги на исправление огромного количества печатей, документов? Историки и общественники говорят, сейчас все в руках жителей. Будут ли они отстаивать герб своего города или нет? Так кто на этот раз примет решение? Его величество, как почти 200 лет назад, или горожане, покажет история. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Такой мы запомнили эту неделю. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях, а через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи в эфире.